В рубрике «Наши наследия» сегодня мы расскажем вам о Шаанинском храме, возведенном еще в X веке на территории Карачаевского района. Память Николандской архитектуры – один из древнейших христианских храмов в стране. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Здесь, на левом берегу реки Кубань, над селением Кастахи-Тагурова, высится скала Шуана, на которой расположен тысячелетний храм, называемый Шуанинским, иногда Хмаринским или Георгиевским. Но почему так разнятся названия? За свою многовековую историю храм претерпел множество изменений, в том числе и в своем названии. До появления новых населенных пунктов поблизости находилась только Хмара. С возникновением во второй половине XIX века Георгиевско-Осетиновского храм стал носить название этого поселения. Сейчас сооружение вновь широко известно как Шуанинское. Есть несколько версий этого слова. По мнению одних ученых, оно означает «седло». По мнению других, это перевод с карачаевского со значением чего-то сверхъестественного. Но в чем нет сомнений, так это в том, что строился храм по канонам византийской церковной архитектуры. Мастера также были византийцы. Им пришлось изрядно потрудиться, чтобы возвести сооружение на вершине скалы. Стены храма, сложенные из местного камня на известковом растворе, освещались он узкими окнами. Построили его с миссионерской целью для проповедования и обращения коренного населения о ланх христианства. По мнению историков, удалось это сделать только частично. Если элита приняла новую веру, то остальная часть населения осталась по-прежнему в язычестве. Архитектура здесь была прямоугольная. Вот это вот, видите, пристройка вот эта, ну, типа прихожей, да? И с той стороны их не было. Их построили уже, когда здесь был монастырь. Монахи пристроили. И самое интересное, вот этот раствор, которому тысячу лет, ножом с трудом ковыряется, этот, который монахи построили, его можно пальцем шелушить. Тогда строили вот так добротно. Ну, говорили, что рецепт такой, что раствор делали на бычьей крови. В общем, разные легенды ходят. По словам грузинского географа и историка XVIII века, в Ахуште в храме долгое время располагалась кафедра хумариинского епископа. С падением Аландского государства ситуация изменилась, и много веков на скале Шуана были развалены, пока в конце XIX века не был основан мужской монастырь, просуществовавший до послереволюционных лет. Интересные находки вокруг Шуанинского храма. Исследователи обнаружили наземные и подземные каменные гробницы и кресты, некоторые с греческими надписями. Найдены были и искусственные пещеры небольших размеров, с открытой передней стенкой, которая после погребения закладывалась камнями. Но какова причина возведения сооружения именно в этом месте? Неужели из-за горного пейзажа, от красоты которого сложно оторвать глаз? Ученые-археологи дают несколько ответов. В первую очередь, с большой скалы просматривался хороший обзор. Также через это место проходил и маршрут Великого Шелкового пути. Но есть еще и третья версия. На вершине вот этой скалы, на самой вершине, есть тисовая роша, реликтовая. Там море ландыши, я старшеклассникам туда ходили на выпускной вечер, ландыши собирали. И там вырублен в скале большой, такой приличных размеров бассейн, в скале вырублен сплошной. Я думаю, это на случай необходимости укрыться. А туда можно было подняться. Вот эта тропинка идет туда, к подножию. И там может один человек, один человек от целой армии оборонять вот эту тропку. Потому что там надо только стоять, камни бросать. Сегодня храм переживает еще один виток в своем развитии. Здесь проходят службы, празднуются почитаемый осетинами праздник День Святого Георгия. Ежедневно это место посещают туристы. Шуанинский храм напоминает всем о богатом историческом наследии народов республики, перед которыми стоит непростая задача – сохранить тысячелетний память николандской архитектуры для потомков. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова